Россия удерживает шосс от эгоизма Россия удерживает шосс от эгоизма Владимир Путин рассказал о приоритетах российского председательства 3. Газета «Коммерсант» номер 102 от 15 июня 2019 года, СТР 2. Президент РФ Владимир Путин 14 июня в Бишкеке принял эстафету председательства в Шанхайской организации сотрудничества, ШОС у своего киргизского коллеги Саранбая Женбекова Из выступления российского лидера следовало, что к саммиту 2020 года ожидать кардинального изменения вектора развития региональной организации не стоит 8 стран и дальше будут заниматься построением взаимовыгодного партнерства без всякого политического и экономического эгоизма То есть, по мнению участников ШОС, делать противоположное тому, чем заняты США и другие западные державы Киргизский саммит стал самым массовым с момента основания организации в 2001 году лидерами РФ, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана За прошедшее время КШОС присоединились в качестве полноправных членов Индии и Пакистан, а статус наблюдателей получили Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан Как сообщил твердый знак за в отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Садыков, власти страны приложили максимум усилий для того, чтобы очередной саммит прошел плодотворно В итоге лидеры стран ШОС рассмотрели и подписали более 20 документов, которые охватывают различные сферы, от борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков до культуры Так или иначе, основной темой для ШОС по-прежнему остается региональная безопасность В итоговом документе саммита Бешкекской декларации подчеркивается необходимость совместной борьбы с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом, СМ Твердый знак от 14 июня Как и в предыдущих подобных документах, в декларации говорится о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога, а также о необходимости скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане Упомянуты и новые вызовы, государства, члены ШОС намерены противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности Пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети интернет Немало внимания на бешкекской встрече было уделено экономическим проблемам Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев предложил ускорить строительство железной дороги Китай, Киргизия, Узбекистан, которая, по его мнению, призвана дать мощный толчок развитию торговли и взаимному росту инвестиций Как сообщили твердый знак в аппарате президента Киргизии, практически все вопросы по строительству дороги решены Главные участники Москва и Пекин согласовали спорные моменты, и сейчас не осталось ни политических, ни финансовых преград для старта самого крупного экономического проекта ШОС Впрочем, в целом из всех подписанных ранее в рамках ШОС документов лишь 9% затрагивают вопрос экономики Для наращивания экономического потенциала организация должна ускорить создание Фонда развития и Банка развития ШОС В Бишкекской декларации, впрочем, конкретики по этому вопросу мало лишь говорится, что члены организации высказались за продолжение соответствующих консультаций Кроме того, в документе отмечена необходимость расширения практики использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами, членами ШОС Экс-спикер парламента Киргизии Зайнидин Курманов заверил твердый знак Экономическая составляющая деятельности ШОС пойдет в гору после того, как два лидера России и Китая найдут точки соприкосновения в этой сфере По его мнению, сейчас идет притирка двух взглядов китайской политики большого экономического пояса и евразийской модели интеграции Этому процессу может придать ускорение межпарламентская ассамблея ШОС, создание которой анонсировалось еще в момент основания организации Напомним, что все решения в ШОС принимаются на основании консенсуса Но многие из стратегических вопросов требуют законодательного закрепления в странах, членах организации Авторитет ШОС растет, и сегодня эта региональная организация оказывает огромное влияние на многие мировые процессы Заверил твердый знак посоль Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов По его мнению, определяющим фактором успешного развития ШОС в последние годы стало то, что Россия, Китай и Индия прилагают большие усилия как для популяризации организации Так и для укрепления ее влияния на ситуацию в мире ШОС сегодня обеспечивает не только региональную безопасность, но и направляет все усилия для поддержания стабильности в мире Согласился с этой мыслью в ходе саммита президент Киргизии Саранбай Женбеков Премьер-министр Индлинарен Драмади Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант То, что вектор развития ШОС устраивает всех участников организации, включая Россию, дал понять 14 июня Владимир Путин Российское председательство обеспечит преемственность в работе организации, заявил он И подробно пояснил эту мысль Во-первых, речь будет идти о наращивании сотрудничества в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС Блокирование финансовой подпитки терроризма за счет доходов от наркотрафика Предотвращение попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения Во-вторых, отметил президент РФ, предстоит много работы по разрешению кризисных ситуаций и мирному регулированию конфликтов вблизи внешних границ стран ШОС и тут он опять вспомнил про Сирию и Афганистан После этого Владимир Путин уделил внимание стране-наблюдателю в ШОС Ирану А точнее, его главному антагонисту Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы Выход США из совместного всеобъемлющего плана действия напомню Он был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году Не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия Заявил российский президент Как ШОС делают с счетом от санкций Президент России Владимир Путин, справа, и министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант После этого Владимир Путин перешел к экономике Предложил сообща подумать о новых перспективных проектах Вспомнил в связи с этим о значимости работы Делового совета и Межбанковского объединения ШОС Анонсировал проведение в РФ в 2020 году первого заседания форума глав регионов А также упомянул о состыковке идущих в Евразии интеграционных процессов В первую очередь Евразийского экономического союза и китайской программы пояс и путь Цель, по мнению Владимира Путина, построение пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества Основанного на принципах и нормах международного права Без всякого политического и экономического эгоизма А с учетом законных интересов друг друга Участникам саммита не стоило напоминать, что таких принципов, как считают в Москве, сегодня придерживаются далеко не все Своё выступление Владимир Путин закончил предложением к своим коллегам приехать в Россию 9 мая 2020 года на празднование 75-летия победы над фашизмом Возражение ни от кого не прозвучало Напомним, что в этом году 9 мая зарубежных лидеров в Москве не было Как пояснил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Кремль никого специально и не приглашал Кабай Коробеков, Бишкик, Павел Тарасенько